Ниний человек приобрел в собственность квадратный участок земли и попросил разрешения делать следующие операции. Взять кусочек границы, представляете, это замок, и отразить его относительно внутреннего. Замечательно. И вообще разрешено соединить любые две точки границы и кусок забора отразить симметрично. Ну, например, можно взять вот так вот еще соединить и здесь вот так вот отразить. То есть этого забора уже не будет, этого не будет, этого не будет. Ну, и так, может ли он сделать так несколько раз и увеличить площадь своего участника? Ну, а так и так было. Навряд ли так можно, совершенно не было. Потому что дома уже в площади, когда складываешь, ты мечтаешь, что больше, значит, площадь не может складывать. Да, только вот. Отлично. О, наносите. Да. После того, как мы его так сделали, как вы показали, у нас осталась площадь такая же, как была. Получается, если мы будем делать так, продолжать делать симметрично, площадь эта будет оставаться та же. Ну, то есть не получится у него расшириться? Да. Не получится. Это, конечно, вопрос под плохо. Я думаю, получится. Ну, как можно? Ну, как? Ребята, прислушайте, девочка. Получится. А сам не получится. Можно придумать способ, который получится. Увеличить площадь своего участка, несколько раз перестроив забор. Вначале есть квадратный участок. Получается, все, что оказывается за забором, это становится его. Почему? Нет, не все. Нет, он вовсе не расширится на бесконечности. Не думайте. Нет, нет. У него все будет вполне себе участок. Так что он расширится? Да. А не получится? А длина забора уже ограничена. Я поэтому и говорю. Длина забора не меняется при этих операциях. Ну, как тогда слов-то на ум... Дело в том, что квадрат – это не наибольшая фигура. Может быть, слышали, есть такая знаменитая задача Дидоны. Слышали сказку? Есть такая легенда греческая. Как был основан город Карфаньен. Вы слышали, да? Карфаньен. Легенда гласит, что царица с небольшим отрядом приближенных оказалась на берегу и, оказавшись в такой тяжелой ситуации, я не помню, по каким причинам, но она лишилась своего родного царства, попросила, чтобы ей дали площадь, которую можно ограничить шкурой одного быка. Она делала ремень. Она имеет дьявол. Правильно. Она догадалась с кушать руками, из кожи сделать длинный-длинный ремень, и после этого этим ремнем что? Оградить пальцы. Оградить. Вот, ребята, здесь легенда... Нет, легенда замечательна тем, что, когда вы интересуетесь наибольшей площадью, которую можно окружить в линии данной длины, то это, конечно, круг. Если у вас есть какой-то берег, представьте себе с этой стороны, если вы уже с этой стороны моря, то тогда ответ такой. Это будет, на самом деле, часть окружности, и при этом вот здесь должно быть 90 градусов. Это действительно знаменитая задача. Когда вы будете студентами, то именно на примере этой задачи, ну и нескольких других, тоже такого типа важных и интересных задач, вам будут объяснять так называемое вариационное исчисление. То есть это действительно интересный вопрос. Как находить решение таких задач при помощи методического анализа? Но сейчас нам важно всего лишь следующее. квадратный круг. Поэтому, в принципе, можно найти фигуру с таким же периметром, как у квадрата, но большей площадью. Только ведь нам не просто найти, а получить ее в результате таких вот перестроек. При помощи перекладывания забора. Сделать круг. Как? Неважно. Круг сделать его можно. То есть я не знаю, чего можно на самом деле добиться при помощи таких перекладок. Но то, что площадь можно увеличить, я знаю. И прелесть то, что это легко. Повторяю основную задачу. Есть квадратный участок земли, обнесенный забором. Просто квадрат кранится. Разрешено соединить любые две точки забора и соответствующий кусок забора отразить относительно эту прямогу. Так можно сделать много раз. Задача. Увеличьте площадь участка, обнесенную в забор. Дальше, пожалуйста. Дальше. 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 Вот это. Вот это. Нравится? Да. Сделать вот так. Вы на этом потеряли. Почему? Потому что потеряли. Это одинаково осталось. Ничего себе одинаково. Нет. То, что у нас получилось, это часть, которая была. Все, зайдите. У вас не получилось. Что? А что если еще один раз отразить? А как? Еще уменьшить? Ну, давай. Ну, если вы скажете, что вы получите неожиданную область участок в нулевой площади. То есть забор, это, конечно, замечательно. Забор. Хозяй-то большого забора. И участок в нулевой площади.